Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко о главных темах выпуска. Вынужденные каникулы. Областные школы с 1 февраля закрыты на карантин. Попытка номер два. В областном суде после фальшстарта начался процесс по делу об убийстве владельца горилки Олега Дергилева. Не хочешь платить – ходи пешком. Водители лишают прав за неуплату штрафов. У самарских школьников начались внеплановые каникулы. Городская администрация объявила о прекращении занятий во всех школах с 1 по 6 февраля. Это связано с распространением сезонных вирусных заболеваний. В Самарской области у 37 человека официально подтвержден диагноз «свиной грипп». С рекомендациями ввести в школах карантин выступили специалисты региональных Минздрава и Управления Роспотребнадзора. В последний раз такая ситуация в Самаре была в 2011 году. Закрывать ли на карантин детские сады, решать будут их заведующие. По словам руководителя городского департамента образования Лилии Галузиной, в детских садах меньше вероятности инфицирования. В каждой группе отдельные входы, туалеты и пищеблоки. Сокращать каникулы у школьников из-за карантина не планируют, поскольку ученики перейдут на дистанционное обучение. У нас сегодня существует система автоматическая с ОРСО, где даются и домашние задания, и, возможно, их проверка. Мы на сегодня нацеливаем педагогов, завучей ежедневно. Поэтому для родителей тоже эта информация ежедневно в интернет-порталах школьных давать домашние задания через систему автоматизированную и, так скажем, в разных видах их проверить. Карантин мира весьма своевременный, учитывая, что в регионе сильнейшие морозы сменились в потеплении. А вот теперь, говорят врачи, грипп и ОРВИ распространяются быстрее. Февраль в этом году вообще может побить температурный рекорд. Причем на всей территории страны. Причиной такой аномалии, поясняют в гидромедцентре, станут циклоны, формирующиеся над Атлантикой. В первые две недели месяца ожидается повышение температуры на 10-18 градусов выше нормы. Воздух прогреется до 5 градусов тепла днем. Ночью температура будет понижаться до нуля. Самарские коммунальщики готовятся к ледяному дождю и сильной гололедице. На совещании в мэрии служба благоустройства и ЖКХ получили указание перейти на усиленное дежурство. Это касается в первую очередь противогололедной обработки улиц и чистки скатных кровель. Подробности расскажет Марина Матвейшина. Во власти циклона с Атлантики. Самарские коммунальщики не успели опомниться от снегопада, как новые сюрпризы. Аномально теплые погоды. То снег, то дождь и, как итог, сильная гололедица. Городские власти просят самарцев быть внимательными на улице. А службы благоустройства и ЖКХ мобилизуют на борьбу со льдом. Противогололедную обработку улиц, тротуаров, остановок и пешеходных зон. Естественно, это будет обледенение. Вот здесь работа всех коммунальных служб. С понедельника на вторник в ночь идем с сильными осадками. Еще раз повторяю, мокрый снег с налипанием на провода и опять переходящие в фазу жидких осадков. Вот в этой ситуации сегодня работаем мы в этом вопросе по тому регламенту, который утверждет. Особое внимание во время оттепели чистки скатных кровель. За выходные в городе расчистили почти 600 крыш. В планах еще 400. Глава города поручает эту работу ускорить. Убирать снег с крыш нужно весь световой день в несколько смен. В районах есть резервные бригады кровельщиков, напоминает Олег Фурсов. Настал момент их выпускать на крыши. Опасные зоны необходимо оградить сигнальными лентами. А те управляющие компании, что не справляются с работой в срок, на заметку должны взять инспекторы городской административно-технической комиссии по благоустройству. Здесь по принципиально нужно быть. Сильнейшая оттепель. Мы видим, какие массы снега нависают на части улиц. Здесь нужно выходить и наказывать уже людей. Все уже слова были сказаны, все замечания доведены до сведений. Значит, нужна работа по чистке крыш. Пожалуйста, поэнергичнее здесь действуйте. Привести в порядок свои крыши и козырьки должны магазины и другие предприятия. А за снег на балконах, карнизах и кондиционерах ответственность несут собственники жилья. Марина Матвешина, Станислав Левин. События. Что им дождь, что им снег, когда на страже чистоты современная техника. Парки Самары готовы к переменчивой погоде. Прогуляться по уединенным улочкам, покормить белок и не утонуть при этом в сугробе. Валерия Макарова увидела, как в городских парках справляются с непредсказуемой стихией. Если вы гуляете по парку и на вас вдруг нападает неожиданная метель, не пугайтесь. Это значит, что дорожки станут чище. Чистота парковых улочек – их главная задача. Каждый день в парке Гагарина нужно убрать снег на десятках дорожек. Это 40 тысяч квадратных метров асфальта. Бригада дворников выходит в 8 утра, а то и раньше. Несколько сезонов назад здесь появились мини-погрузчики. По размерам они отлично подходят для узких парковых улочек. К тому же имеют несколько съемных насадок. Летом такая машина из снегоуборщика превращается в газонокосилку. Отличная штука – дизельный японский двигатель. Полностью гидравлическая система, которая не позволяет ее загубить, эту машину. Заводится с полпинка. Как и поручил глава города Олег Фурсов, порядок в парках наводят каждый день. Если погода преподносит сильные метели, на помощь рабочим выходит тяжелая артиллерия. Для заливки катка и также для уборки территории используем массу. Вот эта машина, да. Значит, эта техника может подметать щетку у нее, нож есть, мягкий, специально для зачистки катка. Ну и бочка для заливки. В этой бочке 6 тонн воды. Чтобы полностью обновить лед на катке длиной километр, заправляться приходится 6 раз. И так каждый день. Конечно, если погода позволяет. Сейчас делать этого нет смысла. Лед просто не замерзнет. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. За плохую работу управляющие компании не должны расплачиваться деньгами жителей. Штрафовать предлагают не сами фирмы, а их руководители. Чтобы они из собственного кармана платили за неубранный снег во дворах. Конечно, сумма таких штрафов меньше, зато эффективность воздействия выше. Результаты работы административных комиссий Самары и способы работы с нарушителями правил благоустройства обсудили на совещании с участием прокуратуры. Марина Кравцова знает подробности. Сугробы во дворах и сосульки, свисающие с крыш, могут пробить внушительную брешь в кошельках директоров управляющих компаний. Штрафовать за неубранный снег будут не организации, а должностных лиц. В зимний и весенний период особое внимание уделяется своевременному выявлению правонарушений, связанных с неодлежащим поведением мероприятий по уборке улиц, тротуаров, дворов, по очистке снега от наледей и сосулек кровельных жилых зданий, сооружений и крыш. Все вышеперечисленное является нарушением правил благоустройства. В прошлом году районные административные комиссии рассмотрели больше 14 тысяч протоколов о правонарушениях. Большая часть из них в отношении юридических лиц. Но если штрафуют управляющую компанию, расплачиваются за свои ошибки, они, как правило, деньгами, которые собирают с жителей за обслуживание домов. Глава Самара Олег Фурсов поручил пересмотреть такую практику. Если это по качеству работы управляющих компаний, здесь нужно, наверное, подход менять. Надо наказывать руководителя. Если же это за нарушение правил благоустройства, как у нас были компании, которые на отремонтированной дороге, значит, без разрешения, там, меняли что-то, да, тогда, что же, тогда на компанию. Наказание рублем, как показывает практика, действительно меняет отношение нарушителей к своим обязанностям. В прошлом году общая сумма административных штрафов достигла 18 миллионов рублей. Но денег собрали меньше. Прокуратура предлагает с такими уклонистами разговаривать на языке закона, который предусматривает даже арест. Да, вы неуполномоченно составлять соответствующие постановления. Вы направьте в полицию, они уполномоченно составляют. Они составят, они доставят лицо до суда, а там уже суд примет решение, либо увеличит ответственность до двукратного размера, либо арест будет наложен на соответствующее должностное лицо. Это очень серьезные вещи. Как отметил глава Самары, это крайняя мера. Причем в прошлом году количество оплаченных штрафов выросло почти в три раза. Но и этот показатель далек от идеала. Выходитель административных комиссий, еще раз обращаясь к вам, хочу сказать, что мы очень внимательно смотрим за практикой вашей работы. И если у вас в практике исключительно поглаживание по голове нарушителя, вынесение предупреждений, мы с этим мириться не намерены. Вам необходимо перестраивать свою работу, быть более принципиальными и более ответственными. В некоторых районах на помощь административным комиссиям приходят ТОСы, которые подсказывают, где управляющие компании не убирают, а где фасады домов не в самом лучшем виде. В перспективе выявлять нарушителей будут и сотрудники районных администраций. Для этого разработают упрощенный механизм составления протоколов. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Фонтан среди зимы. Необычное явление наблюдалось сегодня на улице Советской армии. Из-под земли неожиданно ударил трехметровый фонтан воды. Из-за коммунальной аварии несколько жилых домов и частный сектор оказались отключены от водоснабжения. Оказалось, что в одном из колодцев возле СГЭО сорвало пожарный гидрант. Вода быстро заполнила колодец и фонтаном вышла на поверхность. Коммунальщики быстро перекрыли водовод и установили утечку. Сейчас на месте аварии проводится уборка территории и ремонт поврежденного гидранта. Специалисты говорят, что такие ЧП случаются редко. Этот случай, скорее всего, вызван перепадом давления и температуры. Водовод этот был оперативно отключен от водоснабжения. И вот под отключение водоснабжения непродолжительного попали 7 домов на Советской армии и частный сектор. Обычно пожарный гидрант меняется довольно быстро. И мы надеемся, что к середине дня все работы по замене пожарного гидранта будут закончены. К двум часам дня замена гидранта была закончена и вода снова пошла в дома самарцев. Со второй попытки в Самарском областном суде возобновились слушания по громкому делу об убийстве владельца сети алкогольных магазинов Олега Дергилева. Ранее заседание откладывали, потому что не могли утвердить состав присяжных. В пятницу коллегию все же сформировали. И теперь заседатели будут решать судьбу подсудимых. Из зала суда репортаж Алины Чемерес. Слушание по делу об убийстве Олега Дергилева впервые проходит в присутствии новой коллегии присяжных. Ее пришлось сформировать, потому что один из прежних заседателей скрыл судимость у родственника. Сейчас присяжных только знакомят с эпизодами дела. Слушание идет за закрытыми дверями. На заседание с участием присяжных посторонним вход воспрещен, чтобы ничто не повлияло на ход дела. В сопровождении конвоя в зал заводят четверых подозреваемых. Мужчины оживленно здороваются с адвокатами и журналистами. Владельца крупной сети алкогольных магазинов «Горилка» убили в октябре 2013 года неподалеку от станции «Козелки». Пятеро мужчин в камуфляже и масках напали на автомобиль Дергилева. Предпринимателя связали, отвезли в лес и застрелили. Водитель бизнесмена Андрей Читалов чудом остался жив и сначала был главным подозреваемым по делу. Вскоре на скамье подсудимых оказались четверо мужчин, по данным следствия исполнителя. Заказчика убийства пока так и не нашли. Они обвиняются в совершении убийства Дергилева. Кроме того, в ходе убийства у него также были похищены денежные средства, которые у него находились при себе. Это около 1 миллиона рублей. Кроме того, также они обвиняются в том, что было приобретено оружие и боеприпасы, с помощью которых его убили. Защитники подозреваемых с обвинениями не согласны и надеются убедить новых присяжных заседателей, что подсудимые перед законом чисты. Мы перед собой ставим задачу исключительно оправдания, потому что они не причастны к совершению данного преступления. На мой взгляд, у всех есть алиби, убедительные. Мой подзащитный в то время там не находился на месте совершения преступления. Если вину четверых подозреваемых все-таки докажут, каждому из них грозит срок до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное тюремное заключение. В Самарском областном суде рассматривали и еще одно громкое дело. Банда из четырех человек на протяжении года грабила автозаправки и магазины. Процесс должен был начаться еще неделю назад, но один из обвиняемых решил сменить защитника, и первое заседание перенесли на сегодня. Бойцовские навыки не во благо народа, а против него. На скамье подсудимых трое молодых людей, которые ранее вместе служили в спецназе. Еще одного их сослуживца судят отдельно. Всех четверых обвиняют в разбойных нападениях, в деле, 15 эпизодов. Все, чему научили в армии, подозреваемые использовали при налетах на заправки и магазины. Действовали слаженно, связь держали с помощью рации. Пуценимые обвиняются в том, что они в составе группы банды совершили разбойные нападения на автозаправочные станции, магазины, суши и так далее. Различные объекты у них были нападения. Порядка года они действовали на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. Угрожая предметам, похожим на оружие, заставляли администраторов открывать кассы, сейфы, отдавать материальные ценности. Общий ущерб порядка 250 тысяч рублей. Нам бы хотелось возврата денежных средств, ну и соответствующего наказания. Обвиняемых задержали в марте прошлого года в Ульяновской области. Они пытались угнать автомобиль. При обыске у них изъяли оружие. Свою вину подозреваемые признают частично, мол, грабили, но только не в составе банды, а поодиночке. В случае обвинительного приговора подсудимым грозит до 15 лет тюрьмы. В Самаре продолжаются поиски студента сам ГТО. По словам родственников, еще 29 января 21-летний Дмитрий Фенько перестал выходить на связь. Молодой человек живет в поселке Мирный и каждый день ездит на учебу в Самару. На момент исчезновения парень был одет в куртку темно-зеленого цвета и красную толстовку. Рост около 170 сантиметров. Нам удалось по телефону связаться с родственниками Дмитрия. По словам родственников, молодой человек удалил страницу в социальных сетях. На связь он не выходит до сих пор. Вместе с родственниками его поисками занимаются полицейские. Уголовное дело пока не заведено. Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия, просьба сообщить по телефону, указанному на экране, или в ближайший отдел полиции. Перешли от слов к делу. Водители, имеющих долги по оплате административных штрафов и злостных неплательщиков алиментов, стали лишать прав. Федеральный закон о принудительных мерах воздействия на должников вступил в силу 15 января. О первых результатах материал Павла Баймакова. Какой русский не любит быстрой езды? Анатолий Спиридонов не исключение. Всего за полгода его штрафы за превышение скорости и другие нарушения перевалили сумму в 10 тысяч рублей. Вот только оплачивать долг мужчина не спешил. Да не то, чтобы часто. Ну так получается, иной раз торопишься просто. Камера, говорю, везде встает. До сегодняшнего дня, по словам Анатолия, он и не догадывался о долге. По указанному в паспорте адресу не проживает. Квитанции не получал. Прозрел только после того, как попал в ДТП. Поскольку спровоцировал его сам, сотрудники ГИБДД проверили его по базе. А тут такой сюрприз. В отношении у вас сейчас будет составлен протокол по статье 20.25. Это неуплата административных штрафов, отведенных в государственный срок. Административный штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности в течение 60 дней со дня вступления в законную силу подстановления административных правонарушений. Затем, как должники платят по счетам, следят и судебные приставы, которые с этого года могут временно лишать неплательщиков водительский прав до полного или частичного погашения долга. Анатолий Спиридонов на себе новшество уже прочувствовал. Судебные приставы вносят постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом, под которым понимается приостановление действий управления любых автотранспортных средств. Данная статья применяется в отношении тех должников, у которых имеются неоплаченные постановления по делам об административных правонарушениях. В совокупности по исполнительным документам сумма долга должна превышать более 10 тысяч рублей. Принудительная мера касается и безответственных родителей. Тем, кто не платит детям алименты, также придется ходить пешком. Это не касается лишь инвалидов и тех, у кого автомобиль является единственным средством заработка. Кроме того, должник может обратиться в суд для предоставления рассрочки. Павел Баймаков, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. С 1 февраля в России на 7% повышаются все социальные выплаты из федерального бюджета. Это все пособия, в том числе детские. Также с этого дня 4% прибавят и пенсии, как страховые, так и по государственному обеспечению. Теперь размер страховой пенсии по старости будет составлять не меньше 13 тысяч рублей. Вторая индексация пенсии ожидается в следующем полугодии. Экстренную посадку в аэропорту Курумыч совершил аэробус А319. Он следовал из Екатеринбурга в Краснодар. Во время полета стало плохо одному из пассажиров. 13-летний мальчик начал терять сознание. Экипаж принял решение посадить самолет. Ближайшим аэропортом оказалась Самара. Ребенка срочно госпитализировали в больницу имени Середавина. Сейчас его состояние стабилизировалось. Билеты в купе по маршруту Самара-Москва подешевеют со 2 февраля. Начиная с 10 утра их можно будет купить за 999 рублей. Количество билетов по сниженной цене ограничено. Их можно приобрести на сайте РЖД и в кассах вокзалов. Поплатились за креатив. Магазин «Метида» оштрафован на 200 тысяч рублей за рекламирование ученических розок. 29 января решением Самарского УФА с Россией организация была оштрафована за нарушение законодательства. Комиссия антимонопольной службы пришла к выводу, что данная реклама является побуждающей к совершению противоправных действий. Кроме того, указанный материал, цитата, «негативно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, вызывая в нем страх или панику быть наказанным с помощью розок», считают в УФАС. К жителям Самары в гости залетела сова. Хищная птица пыталась поймать попугая, который находился в квартире дома на пересечении улиц Мариса Тереза и Революционной. Птица сильно ударилась о стекло. Гостью впустили в квартиру. Она недолго полетала по комнате и после небольшой фотосессии улетела. На прошлой неделе рубль рос. А как чувствует себя национальная валюта в понедельник, знает наш обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Понедельник российский рубль начал с коррекции вниз после резкого взлета на прошлой неделе. На 2 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 76 рублей 32 копейки. Доллар подорожал более чем на рубль. Евро, кстати, тоже ушел вверх. Его стоимость регулятор оценивает в 82 рубля 81 копейку. Золото стоит 2689 рублей за грамм. Серебро стоит 32 рубля 82 копейки за грамм. Нефть тоже корректируется и немного сдает позиции. Стоимость бочки Brent 35 долларов 83 цента. По оценкам специалистов, нынешний год будет для автобизнеса таким же провальным, как и 2015. Автокредиты россияне брать отказываются, опасаясь рисков ухудшения ситуации. В Самарской области продолжается подготовка к выборам в Государственную и Губернскую думы. Единый день голосования назначен на 18 сентября. К выборам нового состава регионального парламента в Самарской области изменится схема избирательных округов. Документ еще в стадии разработки. Свои поправки вносят главы муниципальных образований и парламентарии. Почему это необходимо, выяснила Лариса Шалафаст. Последний раз схема избирательных округов менялась в 2011. С тех пор численность населения прежних округов изменилась. По закону количество избирателей не должно превышать 109 тысяч человек или быть меньше 92 тысяч. Чтобы привести областное законодательство в соответствии с федеральным, схему начали менять. У нас как минимум 5 одномандатных округов выходят по численности меньше, чем норма представительства. Я могу назвать эти округа. Это Новокубежский округ, бывший Чапаевский, Южный, Отрадненский, Похвестневский. В связи с уменьшением количества избирателей данные округа стали по численности меньше. В новой схеме определены 25 одномандатных избирательных округов. Депутаты Губернской думы и главы муниципальных образований внесли свои поправки в новую схему. Из 22 прошло 17 предложений. Мы учитывали мнение глав администрации городского округа Тольятти. Мы учитывали мнение муниципальных образований Хворостянки, Безинчука, городского округа Чапаевск. То есть подходили к этому вопросу достаточно продуманно. И действовали не в интересах депутатов, которые там будут баллотироваться, а в интересах населения, которые проживают на этой территории. Схема утверждается на 10 лет, сразу на два созыва. К ее обсуждению депутаты вернутся 9 февраля на заседании комитета по законодательству. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. А сейчас пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинская теннисистка сыграет в Кубке Федерации. Самарская фехтовальщица третья на этапе Кубка Мира. Одну очко на выезде против Тамбова взяли военные летчики в чемпионате страны по хоккею. Сдвоенный поединок ЦСКА ВВС против Тамбова в высшей хоккейной лиге провел неровно. Первый матч проиграл со счетом 3-5. А вот второй мог и выиграть. Но удалось только довести дело до послематчевых булитов. 2-2. Так закончилось основное время. У военных летчиков отличились Евгений Крутиков и Андрей Чернов. А вот в поединках галкиперов удача улыбнулась Тамбову. ЦСКА ВВС по-прежнему находится на пятом месте чемпионата страны по хоккею. Самарченко заняла третье место на этапе Кубка Мира по фехтованию. Алена Комарова в Бургасе, Испания в соревнованиях на шпагах в составе сборной страны проиграла только соперницам из Италии и Египта. В бронзовом финале россиянки уверенно выиграли фехтовальщиц из США 45-27. Дарья Касаткина попала в заявку сборной России на четвертьфинал. Кубка Федерации «Тольятинская теннисистка» сыграет в команде с Марией Шараповой, Светланой Кузнецовой и Екатериной Макаровой. Соперник сборная Нидерландов. Состязания пройдут в выходные 6 и 7 февраля в Москве на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самаргиз» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова